Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и если мы в принципе уже разобрались с вопросом того, насколько выгодно премиализировать танки, и пока у меня складывается впечатление, что это абсолютно бездарное и невыгодное занятие, я имею ввиду в отношении затрат по голде, то желание потестить некоторые машины именно в премиум статусе, все-таки у меня осталось. И мне показалось, что будет довольно прикольным премиализировать КВ-2, словно известную легенду, премиализация на 14 дней стоит 1100 голды, я это делаю специально для вас, ну а если серьезно, то я это делаю абсолютно бесплатно, потому что делаю это на пресс-аккаунте, ну и соответственно ничего не теряю. Навряд ли я такие эксперименты смог бы финансово себе позволить на своем основном аккаунте, поэтому, друзья разработчики, спасибо большое за предоставленный пресс. Играть буду на КВ-2 на топовом альтернативном орудии, которое выдает 960 единиц альфы осколочно-фугасными снарядами с пробитием 84 мм, если поставить калиброванные снаряды в оборудовании, что я в принципе и сделал. Если буду играть базовыми, то 115 мм пробития, 640 единиц альфы. Короче говоря, потенциально вроде бы все должно сложиться, но понятное дело, что как обычно удручает вопрос времени сведения в 7,2 на 6 уровне, да это на любом уровне выше крыши, и это с учетом того, что у меня в оборудовании 2 слота поставлено именно на улучшение данного показателя. Ну ладно, вопрос не в том, что там где поставлено, вопрос в том, что у нас с этого всего получится. Давайте попытаемся потестить словно известного КВ-2 деда с серой длинной бородой и великолепным кулаком на башне в реальном рандомном бою в статусе премтанка. Ну что, ребят, погнали и ехать к тяжам у меня желания нет абсолютно никакого. Мне хочется поехать вот туда вот к СТ-шкам, ЛТ-шкам, подловить кого-то осколочно-фугасным снарядом. Единственное, что меня смущает, что союзники приняли немножко деметрально противоположное решение. Единственное, кто решил составить мне компанию, это Т-14 и Сентинелл. Я только не понимаю, что сейчас только что было. Скорее всего, какой-то случайный выстрел от союзников. Сентинелл не гони. Хорош. Ну поехали, как-то потанкуем, поиграем. Чисто ради фана, ради весели. Друзья, забегая наперед, хочу сказать следующее. Во-первых, повторюсь, я уже понял для себя, что премиализация танков Это, ну, как я уже сказал, не сильно выгодное занятие. Не несет в себе абсолютно никакого смысла в виде выгоды получаемой. Проще купить просто премиумный танк, который продается в магазине, нежели какой-то проходняк делать премиумным. Это то, что я и так уже, в принципе, понял. Что касается того, зачем я сейчас сделал премиумным танком КВ-2. Вот серьезно, чисто ради интереса, чисто для того, чтобы потестить и вот не более чем фановое видео. Поскольку это не более чем фановое видео, понятное дело, что я буду пытаться сделать максимум для того, чтобы победить. Но все-таки моя задача основная, не победа, моя задача основная набросать максимум урона для того, чтобы посмотреть, ну, так или иначе, что с этого получится. Класс. 192 единицы. На супер уронном орудии закинуть просто остаток для того, чтобы отправить отдыхать в ангар, это, конечно, весело. Но абсолютно не в тему данного видоса. Ладно, поехали дальше. Кто тут у нас стоит и улыбается? Привет, фугасом я тебя не возьму. И вообще я тебя не взял, потому что времени сведения мне на это дело не хватило. Ладно, поехали еще ближе. Арл, едь сюда. 683. Ну, слушайте, на базовом снаряде это, в принципе, и неплохо получилось. Единственное, что мне не нравится счет, с которым мы сейчас продолжаем играть. Он меня немножечко смущает. Как я понимаю, ничего хорошего с этого дела у нас не получится. Так, подключаем. Подключаем адреналин. Поехали. Арл, иду с тобой в размен, но, по-моему, ты не хочешь этого, как я понимаю. Два фрага на счету. Вроде бы неплохо, но просто разгромный счет. 3-5. И это, блин, прям совсем меня не улыбает. Так. Есть. Как говорится, едем дальше. Ну все, блин, я смертник. Странно. Странно, что он меня сейчас не добрал. Блин, у меня не хватит времени. Разобрали все-таки. Обидно, конечно. Нормальное количество урона вроде бы получалось бы занести за бой. Но что-то как-то в последний момент союзники немножко где-то как-то, скажем так, согнулись. Не в нужном месте. И, соответственно, к сожалению, мы проиграли. Не перекладываю абсолютно вину за поражение нам союзников. Просто констатирую факт. Ребята бы чуть-чуть дольше продержались. И у нас был бы получший результат. Может, и я и не самым лучшим образом сыграл. 2 200 с копейками единиц нанесенного урона приносят мне 30 тысяч серебром. Без према было бы 15. Это с учетом того, что пополнение снаряжений, пополнение амуниции существенно затягивает. Но без них играть, ну, прям совсем. Совсем не фонтан. Поэтому не думаю, что имеет что-то в этом отношении смысл менять. Но что касается моей результативности по команде, то, в принципе, свойственно для КВ-2 первое место по количеству нанесенного урона. Ну, а что касается союзников, которые сделали максимум, то мы их похвалили. То же самое сейчас сделаем и в отношении соперников. Ребята, молодцы. Классно. Классно сыграли. Великолепно победили. За что респект и уважуха. Ну что, давайте еще одну каточку. Вот, чисто ради интереса. Так, ну что, погнали. Вторая катка. Даже не знаю, куда ехать. Угол склонения орудия далеко не самый бодрый. Поэтому куда-то на какие-то холмы горы лезть вообще смысла никакого нет. Против тяжей не сильно хотелось бы ехать. Потому что, хоть пробитие какое-то и есть, но оно есть на голдовом снаряде. Это во-первых. А во-вторых, там меньше урона буду наносить. Соответственно, хотелось бы, вот, больше всего, хотелось бы встретиться с Ношхорном, с заряженным осколочно-фугасным у себя в орудии. Вот это было бы действительно классно. Там действительно можно было бы, наверное, за один выстрел вполне спокойно отправить товарища отдыхать. Главная задача попасть в него. А это задача не из легких. Так. Ладно, бросаю наугад и тысяча урона. Просто ваншотим. И в этом, в этом фишка КВ-2. В этом и есть, в принципе, весь КВ-2. Именно за это машину все и любят. Именно из-за этого машину себе и качают. И именно из-за этого машину оставляют себе в ангаре. Потому что, ну, прям кладец. Реальный кладец. Так. Не добрал. 56 единиц. Жалко, конечно. Ну, что делать? Все. Нет кому. Некому меня поддерживать. Блин. Я так понимаю, что... Если сейчас вот этого товарища не заберут... Все. Слава богу. Спасибо большое. Я, честно говоря, думал, что ребята из команды не сильно поддержат сейчас всю эту вакханалию, которая происходит. И, соответственно, я отправлюсь отдыхать. Но нет, слава богу, ребята, молодцы, красиво поддержали. Умнички, обязательно полайкаем после боя. Ну, а пока у нас, в принципе, неплохо все получается. Мы сделали два фрага. Не знаю, насчет того, получится ли сделать третий. Осколочно-фугасные бросать больше не в кого. Арл вполне себе нормально забронирован. То же самое касается и Штюга. Штюг, Штюг, Штюг. Не знаю, может, в Черчилле сейчас получится как-то там впихнуть дополнительного урона. Сейчас попробую, конечно, осколочно-фугасный. Но нет, осколочно-фугасный вообще не вариант. Сводимся и... 628 единиц урона. Откатываемся назад, получаем в Бортину, отправляемся в ангар отдыхать. Все, поиграли. Но так или иначе, урона немножко нанесли. Не обсуждаем сейчас вопросы КВ-2 в отношении бронирования. Потому что там, в принципе, во-первых, обсуждать нечего. Во-вторых, всем машина известна. Да, и в-третьих, это не обучающее видео. Это не какой-то там честный обзор на данную машину. Это просто фановые катки на премиализированном КВ-2. И я очень сильно надеюсь, что у наших ребят сейчас хватит все-таки духу разобрать соперников. Я, правда, в этом очень сильно сомневаюсь. Но все же надеюсь. Держу пальцы крестиком. И хочу все-таки посмотреть на победный бой на КВ-2. В статусе премиумного танка. Ну что, досматриваем катку. Хотя, я думаю, особо много времени это не займет. Так, ну здесь, блин, интереснее, конечно, получается результат по нанесенному урону. И плюс к тому, вроде бы уже победа была практически в руках. Но, к сожалению, пролетели. Такое тоже бывает. За это поражение я получаю 52 тысячи с половиной серебром. А если бы у меня не было прем-аккаунта, то цифра была бы чуть меньшим. 33 500. Что я лично считаю для шестерки неплохим результатом. С учетом того, что бой был проигрышным. Но, блин, как есть, так есть. Со своих обзоров и видео ничего никогда не вырезаю. Здесь у нас классное, крутое первое место по количеству нанесенного урона. Даже несмотря на то, что мы проиграли, ребята не смогли вытащить данную катку. Все равно считаю за необходимое похвалить тех ребят, которые заняли лидирующие места в команде по количеству нанесенного урона. Единственное, что я думаю, что стоит еще ответить вот этого вот игрока на штуге. Он хоть и не нанес большое количество урона, но зато сделал два фрага. Чем, в принципе, тоже приближал команду к победе. Хотелось бы еще раз попробовать, но если этот бой будет проигрышным, то будет последним. Потому что не хочу, чтобы видео было в несколько часов. Но очень хочется получить именно победу. Так, смотрим, что у нас здесь происходить будет. Поехали. Павлик Танк, КВ-2. Буги. Ладно, останусь, наверное, здесь. Не знаю, насколько правильным будет данное решение. Почему остался? Потому что Павлик Танк, в принципе, не сильно мне страшен. То же самое касается и КВ-2. Который опасен для меня в отношении урона, который может наносить. Но в то же время абсолютно не опасен в отношении, там, того, что я не смогу его пробить. Павлик везучий, зараза. Только лишь потому, что я не смог до конца свестись. Так, откатываемся немножко назад. Сейчас попытаюсь сюда проскочить. Глядишь, получится. Минус раз. Надеюсь, с точки С сейчас лететь в меня ничего не будет. Тогда, в принципе, есть возможность еще немножко поиграть. Буги. Буги, буги, буги. Ну, давай. КВ-2. Нет. Минус 2. Блин, слушайте, ну КВ-2. Сколько лет в игре обычный проходной танк. И насколько он все-таки остается фановым до безобразия. Вот прям до умопомрачения фановая тачка. На которой играешь прям с мега удовольствием. 827 единиц урона. Класс. Слушайте, ну здесь будет победа. Да, пускай у меня не будет того великолепного результата по настрелу, который я хотел бы получить. Но, так или иначе, победа будет и сможем заценить результаты вместе с победой за, пускай, чуть меньше настрел. Мне что-то кажется, что там, возможно, даже серебра будет меньше, чем было в проигрышном бою в предыдущем. Но, в конце концов, победу одержали. Уже, слава богу, уже хорошо. До Павлика не успеваю докатиться. Все-таки КВ-2 далеко не самый проворный танчик в игре. Но, слушайте, свой вклад в победу, по-моему, я сделал. Со счетом 7-1. Наконец-то с победой мы выходим из боя. И пока заходили вот в этот третий бой, я что подумал. В первом бою нанес больше всех урона, сделал все возможное для победы. Во втором бою нанес максимум урона с существенным отрывом от всей команды. И при этом всем, опять-таки, было поражение. Вопрос, а действительно ли можно судить игрока исключительно по цифре в его статистике? Ладно, 1800 с копейками, то есть неполные 2000 урона, приносят нам 41 тысячу. Как я говорил, за проигрышный предыдущий бой получилось забрать серебра больше не лежи за этот. Но, с другой стороны, если бы я дал такой же результат, как был в прошлом бою, по количеству настрела, но это была бы победа, как в этом бою, то, соответственно, здесь бы красовалась цифра, я думаю, 1060, а может, даже и ближе к 70. Ну и, соответственно, чистоганом было бы 1050-1055 точно. Что могу сказать? Могу сказать, что КВ-2 продолжает оставаться крутым танком, великолепной легендой данной игры. И не жалею абсолютно, что он в свое время оставил его в ангаре, и он стоит там, периодически выкатываясь на нем, особенно тогда, когда мне надо быстро нанести большое количество урона на советских тяжелых танках. Вот для этого КВ-2 действительно круто подходит. Стоит ли его премиализировать или не стоит, мне кажется, вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что премиумный КВ-2 действительно как прем неплохо показывает себя, но, с другой стороны, возвращаемся к теме того, что мы уже разобрались с вопросом, выгодно или нет премиализировать танки. А я продолжу их премиализировать для того, чтобы вас радовать новыми видео, ну и, в принципе, для себя покататься на чем-нибудь измененном, не то чтобы уникальном, но все-таки отличающемся от других. Жаль только, что во время того, как ты заходишь в бой, никто не видит, что ты зашел на премиумном КВ-2, а не на обычном. Ну так, чтобы прям совсем охренели. Ладненько, я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вы, друзья мои, лайкните, пожалуйста, данное видео и подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход нового контента на моем канале. Спасибо вам большое за просмотр, мир вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok